Всем привет, это Русский Обзорчик, и сегодня я хочу вам рассказать о измененной карте Трейн. Карта называется теперь у нас Трейн В. Создал её великий и могучий Вулкан, он же создал Нюк В, который потом уже переделил под официальный эссе, он создал Декейдж и множество других разработок. Вулкан также являлся профессиональным геймером в Counter-Strike Source. Ну что ж, поехали. В принципе, Трейн В довольно-таки неплохая идея от Вулкана, потому что он вносит много корректировочных плюсов в геймплей на этой карте. Потому что, честно говоря, очень бесило на Гваловском Трейне, что мы не можем залезть под вагон, видно были ноги и так далее. Сам вот этот плент, да, когда мы выходим, да, мы можем там положить смог туда, положить смог на Зигу и всё, ставим плент, да, отлично. Очень быстрый заход. Теперь же смотрим, смотрим, какая у нас теперь чистая сотка, она удлинилась, она стала больше. Наконец-таки теперь мы можем спокойно перестреливаться с Савиками на Зиге. Вот так вот в краешек, да, как это было раньше в Сорсии в 1.6. Правда, тут, конечно, не так особо видно, но перестреляться всё-таки можно. Наконец-то, да, мы можем подлезть под вагоны, спокойненько тут полазить. Это очень здорово. Так, вышки, вышки Вулкана чуть-чуть подкорректировал. Убрал лишнее дерьмо, убрал тут балки. Спокойно залезаем. Ну, в общем, вышка как в 1.6 стала. Вторую вышку у нас ставил. Не знаю почему, но пускай, ладно, она будет. Удал ей жить. Так. Сами расстояния от линий было увеличено. Потом трансформатор. Наконец-таки теперь тут без дырочек. Ноги не видно. Теперь можно спокойно смонсываться, тут перестреливаться и не бояться, что я тут грохнут. Также добавлен вот этот трансформатор. Раньше вообще никогда здесь не было. Что ж, пожарка. Теперь пожарка вот с таким вот углом. Ну, то есть теперь, когда мы можем спокойно так слезть, у нас не законтролят сразу же. То есть есть шанс того, что можно тут на реакцию перестрелять все-таки быстрее, парни. Так, ну, во-первых, конечно же, да, изменили плент. Теперь плент почему-то стоит вот тут. Не знаю, раньше как бы в старых версиях он стоял вот на этой линии плент, но вулкана почему-то поставил его вот сюда. Не знаю почему. Плент может постоять как на вагоне, так и под ним на линии. Так, ну, про расстояние я уже говорил. Так, зелень стала почище, убрана всякого много дерьма. Тут вместо бочек вот такие вот ящики деревянные стоят. Так, что у нас с длиной? С длиной ничего, кроме как что вот тут вот убрали решетку, на которой обычно люди подсаживались и пропускали века, чтобы он отстреливал зелень. Но теперь-то решетки нет, просто бетонная стена и, походу, все, убрали ее. Не нужна она больше здесь. Так, 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 идем дальше. Так, спуск, спуск остался такой. Подсадку, подсадку ями в котлах убрали. Не знаю почему. Может, ему вулкана не понравилась эта подсадка, хотя ее, конечно, довольно-таки часто иззали, но она, конечно, чекалась так. Ну, не знаю, подсадки больше нет. Что ж, с п-плантом такая же позиция. Во-первых, теперь здесь есть вагон, он здесь стоит, то есть, как раньше можно с АВП отстреливать, если дожить смог, переходить на эту позицию, отстреливать дальше чуваков. Зига стал намного больше, теперь вот тут нету какого-то ящика, который тут стоял, здесь теперь пусто, она стала намного побольше. С п-плантом также подлезаем под вагоны. Плант, ну, сделали более оригинальным, больше никаких бочек. Вот, тут особенно, как бы, не по-мансу, да, вот, либо вот вставить плант, как бы, в общем, сразу же все открыто здесь. Как бы, либо так, либо так. Ну, в общем, в любом случае понадобится смог, да и на ней один смог. Так, ну, по-моему, верхний парапет чуть побольше и по длине сделали, но я толком не уверен. Так, коридорчик, у нас теперь вместо бочек вот такие вот генераторы кнопочками стоят, за которыми мы можем называться тоже. Так, винт стал более обширным, побольше. Так, коридор один есть, второй коридор есть, а вот параши у нас нет. Парашу закрыли и больше не откроют. Эта комнатка осталась, ее не убирали. Что ж, дочка осталась. В принципе, в принципе, все на синий залить можно с мешками. Темная есть, длина, в принципе, такая осталась длиной, ничего тут не изменили. Ну, в принципе, вот такой вот получился трейн В. Не знаю, как насчет, будет ли его вообще добавлять куда-нибудь. Вот, вроде как на Старладер сейчас пошли договора по поводу того, чтобы добавить эту карту, заменить ее на... Софициально вот на эту, там вроде как Гзист был против этого, не знаю почему. Ну, как бы большим батькам решать, что будет, то будет. Она, конечно, хочет, чтобы эту карту поставили, она действительно хорошая, но ей нужно несколько доработок. А так, в целом, Вулкану постарался, да, убрал много лишнего, мусора. Это прибавка фпсу. Плюс, наконец-то, главная эта проблема, то, что, наконец-то, под вагонами можно пролезать было раньше. Это, конечно, было нельзя делать. Это очень здорово. Теперь можно спокойно занять полуэнтов, где-то там быстренько пролезть и отстреливать контртеррористов. Ну что ж, такой вот был у меня маленький обзорчик на эту карту. Надеюсь, вам понравился. Комментируйте, что вы думаете об этой карте. Мне будет интересно посмотреть. Спасибо, что смотрели. Удачи, пока.